Улицы были заполнены жизнью, мы жили в хорошем месте, но потом пришел шторм. И зима просто-напросто затянулась. Такая погода забрала много жизни, пропала еда, заболели. Холод был невыносим, голод был нереален, поэтому, мой лорд, в ваших руках дальнейшая судьба человечества. Итак, собираемся все вместе и начинаем строить, возрождать все заново. Отправились дальше, нашли новое место. Как только начали развиваться, на нас начали нападать. Вот такие дела. Тьма окутывает то место, где мы поселились. Life is hard. Life is hard. Всем привет, друзья. Что ж, приятно удивлен. Игрушка обновилась, причем очень и очень сильно, по сравнению с тем, что было тогда, когда мы смотрели на нее в рубрике с ней. Это было вроде бы как год назад. Что ж, давайте оценим, давайте оценим. Посмотрим. Симулятор бога. Можно сказать и так. Скелеты приходят ночью. Совет. Хорошо. Будем ждать. Оценим, давайте посмотрим. Помню, что какая-то проблема была в туториале. Где-то что-то западало, либо глючило, кто-то не ходил куда-то, не выполнил своих заданий. Не помню. Так, выберите ваше знамя. Ну, знамя выберем какое-нибудь такое. Добро пожаловать домой, господин. Пока вас не было, мы основали поселение, как вы и приказывали. Хотите ли вы включить подсказки? Да. Так, бог ремесла. Уникальный бонус, улучшенная ратуша на начало игры. В зависимости от уровня божественной милости, ваши люди работают быстрее, а устают медленнее. Ваши люди добывают больше камней. Строительство зданий и создания предметов повышает уровень божественной милости. Чем-то, знаете ли, похоже на black and white. Вот прям один в один. Некоторые вещи. Инженер. Что это такое? Так. Бог плодородия, бог солнца, бог войны, бог природы, бог тмы и бог ремесла. Ммм, друид. Мощные корни, хватает врагов из-под земли и наносит урон ближайшим врагам, стоящим впереди друида. Интересно, интересно. Игрушка была громковатой, поэтому я убавил немножечко звучка. Бог плодородия. Так, уникальный бонус, позволяет вам выращивать семена даже зимой, но в 4 раза медленнее. В зависимости от уровня божественной милости позволяет получать бонус к оружию. Также вы получаете больше ягод с кустов. Кусты с ягодами растут даже зимой. Каждый сбор урожая повышает уровень божественной милости. Уникальный бонус. Так, поладень, бог солнца... ...ммм... Тьма, ремесла. Я даже не знаю, что выбрать. Давайте плодородие выберем, нейтральное что-то. Оуу, да. Игрушка сильно изменилась, сильно изменилась. И анимация более живая стала, чего раньше тоже не было. То есть, перерисовано многое. Приятно смотрится Разработчики наши Поэтому если игра нравится, то вперед играть Так, отлично, сейчас у нас есть 4 свободных сокмена Рабочих Каждый из них может заниматься определенным делом Но напрямую управлять сокменами нельзя Полную информацию по всем вашим людям можно получить Нажав на статистику сокмена в клавиши T Там же можно назначить сокменов на разные профессии А еще похоже на Бенништ Тоже, только там 3D, здесь 2D Изначально нужно расчистить место вокруг, срубив деревья Помните, здание нельзя строить, пока вы не очистите место от деревьев Нажмите на дерево, чтобы отправить свободного сокмена и рубить его Если хотите, чтобы сокман занимался этим постоянно Просто нажмите на иконку над деревом Либо через панель сокмена Ага Сейчас А, угу Ладненько, понятненько Озвучка, кстати, похожа на озвучку Какая была Ой, сейчас скажу Какая была Варкрафт 2000 Вот Опять работа Опять работа, а ты что хотела? Так, меню с различными постройками Инфраструктура поселения Дом увеличивает максимально допустимое количество жителей поселения Лимит 5 Вот оно что А, вот они таскают дерево И... Улучшить и рад, чтобы открыть доступ к новым зданиям Вот, видимо нужно это сделать Накопили мы, значит, ресурсы Теперь Продолжаем Это мы сделали, к примеру Каждый из ваших людей имеет свой характер Показатель гигиены Настроение урона, брони и усталости Которое влияет на скорость его работы Если сокман устал, он отправится спать Помимо этого на рабочего можно надеть некоторую одежду А также вооружить его Но ваш сокман не главная боевая единица О солдатах мы поговорим немножко позже Теперь стоит определиться с тем, где вашим людям спать Поэтому я рекомендовала бы построить вам дом Для этого нужно зайти в меню строительства Кнопкой И Нажать на вкладку инфраструктура поселения Выбрать дом и построить его на любом свободном месте Помните, строить могут только свободные сокнаны Лады? Ну? А, сначала срубите все деревья в области Хорошо Срубим Эти деревья не нужно рубить? Надеюсь, что нет Ладненько Ладненько, опять Ладненько Хорошо Едем дальше А, пока ничего, мы не едем Окей-докей Например Было бы удобно, если бы здесь были подсказки Вот, например, наводим мы на значок Бездействовать Руби-руби Хорошо Было бы удобно, если бы были вот эти вот Подсказки появляющиеся Что это вообще, значок? Так, бездействовать-то понятно А здесь что? Видимо, то, что я и думал А теперь можем мы это сделать? Можем Так, появляется место А вот нам показывают эти места Ждем Остается только ждать Мини-карта О, это похоже, кстати, на Реус Вот Олег недавно записал игру На Реус Очень сильно похожа карточка Ага Вот, теперь мы можем Только странно почему-то, что Вывожу отсюда Нельзя Провожу чуть вперед Становится можно Это странно Ладно Сделаем так Фермерское хозяйство Поселение Ну да, очень похоже на Black & White Это прям вот очень чувствуется Ну, разработчик, может быть, вдохновлялся Замечательно Дом не только место для сна Он также расширяет Вашу максимальную численность Поселения Теперь построите колодец Без него не функционирует Большинство зданий в игре Вода нужна Обязательно Без воды вообще никак Так, поставим его здесь Прямо рядом с ратушей Пусть все работает Слушайте, стало Гораздо интереснее То есть Скроллинг Можно все это смотреть Можно В стране дураков Король главный дурак В стране дураков Король главный дурак Это, видимо, про меня, да? Возвести сооружение Так, колодец уже сделали Ратушу А, камушков нет Хорошо Чтобы в вашем поселении Было больше рабочих Вам нужно размножаться По мере возможности Для этого нужно Два свободных сокмана Противоположного пола Кнопка не будет активна Пока вы не освободите Сокманов от работы Ага, теперь мне нужно размножаться Это мини-управление сокманом С помощью него Вы можете отправить сокмана На работу Или снарядить его оружием И одеждой Нажав на одну из этих кнопок Вы можете снарядить Ваше сокмана Оружие Каждый сокман обладает Уникальными личностными качествами Перками Так или иначе Влияющими на его Работа и жизнеспособность Угу Так, верование сокмана Блин, как все сложно От настроения зависит Так, так, так Барбара Ну, видимо, как-то так Я не знаю Идите любитесь Так, ваш прогресс Сохраняется Милорд Похоже, природа тут Не очень дружелюбна Ваш герой может не справиться Со всеми опасностями В одиночку Советую вам найти наемников При первой же возможности Хорошо Это что было такое сейчас Наймите солдат Для защиты от нордов Ммм Погодите Что за глюк такой был Меня прям перекинуло Жесть Теперь в вашем поселении Целых 5 человек Размер текущего поселения А также его максимальное количество Можно посмотреть В верхнем правом углу Угу Скорость можно увеличивать Да? Да Один из самых важных ресурсов Во время игры Еда Она бывает трех видов Мясо, растительная пища И хлеб Добывать еду можно С помощью сбора ягод Охоты, рыбалки Разведения скота И выращивания культур В игре доступно Несколько рационов Вы можете нажать На клавишу F Или выбрать вкладку Рацион Чтобы посмотреть возможное Угу Давайте направим Одного из ваших рабочих На охоту Для этого нажмите на сокмана Нажмите на вкладку оружия Вооружите его дубиной После откройте панель сокмана В ТИ И назначите его охотиться Если охотник потеряет Много здоровья Он пойдет спать После чего вновь продолжит работу Рекомендую в скором времени Построить поле Чтобы выращивать там Различные культуры И отправить еще одного сокмана Заниматься собирательством Блин Мне бы как-то домой вернуться Вот сюда Угу Это мое? Мое? Так Сейчас 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 Разберемся Потихонечку Фермерское хозяйство Ферма Ферма Пока не дают Идите размножьтесь пока Так Что-что-что Охотиться 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 Вот Вперед Но в принципе интуитивно Можно привыкнуть Гораздо проще Чем например Как-то Римворлд игрушка была Вот там очень сложно было Так Мужик Охотиться Иди Чего понятно Иди-иди Давай охотиться Вот давай-давай-давай Ох В рукопашку Екало Надо было снарядить в чем-нибудь А у нас наверное ничего нет Да пока А вот они как Понял Махач такой Красота Так Отлично Еще один важный ресурс Камень Постройте шахту И отправьте рабочего Добывать камень Через панель сокманов Типа Мимо камня в шахте Вы найдете грибы Которые послужат пищей Для ваших сокманов Драгоценные камни И руды Которые можно будет Переплавить в плавильне И не забывайте Что в шахте Тоже можно построить Несколько зданий Блин Как все сложно Производственное Хозяйское поселение Мастерская Бронеоружие Баня Говорят Мастерская Не можем мы это сделать Па-па-па-па-па Так Отправить в шелсокманы Рубить дерево Отправить сокманов В шахту Выберем наверное мужика Да что ж такое Вот неудобно то что Сейчас Сейчас Как же это сделать Правильно Иди в шахту Иди в шахту Говорю Не хочет он Так Постройте шахту Где мне ее взять Заклинание за очки Веры Шахту 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 А вот она Все понятно Еще хотелось бы Чтобы были стрелки Например указывающие По туториалу Куда нужно Посмотреть В какую сторону Потому что сидишь Вот в одном месте Сокмана выбираешь Построить шахту Например Или что-то другое сделать И не очень Удобно Может быть просто я Не привык играть В такие игры часто Так отлично Строй 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 Давай скорость Побыстрее сделаем Слишком долго Потому что это все При постройке шахты Был обнаружен Странный предмет Серебряная перчатка Один из рабочих Рассказал легенду О древнем могущественном Артефакте Когда он утерян И выглядел он Точно так же Как эта перчатка Говорят что с помощью нее Можно воскрешать мертвых Думаете это может быть правды? Скорее всего Милорд Позвольте мне взять перчатку Сама природа Поможет мне владеть Артефактом Ну попробуй Теперь познакомимся С настроением И гигиеной Настроение Один из самых важных Показателей Который влияет На скорость работы сокманов И скорость их передвижения Увидеть общий уровень настроения Можно в правом верхнем углу экрана Повышать же настроение Можно с помощью пива Зашибись Хорошего рациона Или шута Которые будут развлекать Ваших людей Весело живем однако Гигиена Влияет на иммунитет Ваших людей Хорошая гигиена Залог здоровья Как только гигиена Одного из сокманов Падает до 50 единиц И ниже Появляется риск заболевания Чтобы держать гигиену в норме Нужно постоянно иметь Определенное количество Мыла и баня Давайте этим и займемся Нажмите на вкладку Строительство Далее Инфраструктура Поселения Выберите баню И построите ее На любом свободном месте Баннер Приказать сокмана Добавить камень в шахте Спуститься в шахту Собирать грибы Шахта Костер Ближайшие сокманы Восстанавливают здоровье Рядом с ним Интересно В шахте можно добывать Какие-то полезности Естественно То есть грибы Те же самые Может быть какие-нибудь камни Ценные тоже Да Хорошо Ребята пошли добывать В четвером идите Вас уже много Так что давайте дуйте Неплохо Неплохо Скажу я вам Разительная игра Отличается От той версии Которая была Год назад Очень сильно Прям очень сильно Все это Изменилось Статистика По вашим сокам Ой мамочки Как здесь Много всего Мыться Ваши солдаты Ёки-палки Как Как Я не знаю Я в Бенни Долго Играл Чтоб понять Как вообще там Что делать А здесь Здесь это тем более Сложнее А Пять камней Нужно Давайте Побыстрее Пожалуйста Ребятки Так Давайте 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 Ну что Так Смотрим По ресурсам Рубины Мясо Очень питательно Овощи Хлеб Ресурсы Вот у нас Двенадцать Древесина Девять камней Три шкура Ну кожа Баня 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 Русская Маманя Вот опять Проблема появляется Сейчас Иди Сруби дерево Мешает Мешает Дерево Вообще здорово Вообще здорово Интересно Именно Играть в эту игру Отдыхая То есть Читаешь себе Никуда не торопишься Спокойненько играешь Конечно Работа Ты что Хотел А вот Это что Иконка Обозначает Ну вот Все равно Было бы приятно Если бы Все таки Подсказка была Что так и так Для того-то Для сего-то Угу Банька Возвести Строй Некому По-моему Или спать Ушли половина Так Это наш Главный Герой Да Здесь Махач Опять Очередной А как Оттуда Вытащить Сокманов Вот с этим Я немножко Не справился Отлично Сокманы Сами будут ходить В бане По мере Их потребностей Изначально У вас есть 8 единиц мыла В дальнейшем Постоянно следите За его запасом Чтобы ваше поселение Было здоровым Вы же Хотите Чтобы ваши люди Умерли Че А Вы же не хотите Чтобы ваши люди Умерли Верно Производить мыло Можно в мастерской Ё-моё Слишком сложно Для меня Эта игрушка Приятна для ознакомления И для личной игры Вот в чем соль А Так Бездействуем Игрушка Приятна Именно для прохождения Самому Для канала Это видимо Будет слишком Сложно И Возможно Неинтересно То есть На любителя А это что такое Возвести строение Здесь мы что строим Тоже что-то строим Ладно Пусть будет Так Баня готова Пошел человек в баню Париться С венчиком Красавчик Ну сделано здорово Сделано здорово И герои В одном флаконе И Блэк и Уайт И Рим Ворлд И так далее Мир вам милорд Мы беглые пленники Севера Пожалуйста Укройте нас Мы сочтем честью Работать и сражаться За вас Ярл будет недоволен Если вы поможете Поможем Пускай он будет Недоволен Но мы поможем Махач Хорошо Действительно хорошо Так Что у нас там По клавишам Блин Вот это вот Я вот это вот боюсь Я именно боюсь Вот этого Дерек Это свободные сокманы Да А как их С шахты Теперь вытащить Как мне из шахты Вытащить людей Бездействовать Так Собирают грибы Мыло используется Вашими людьми В бане Так Милорд Эти речные медведи Распугивают ваших сокменов Мешай им работать С этим надо что-то делать Я что могу сделать Я не знаю Недоверие Дипломатия Так Северное королевство Осторожнее Однажды ты можешь Обнаружить себя Нанизанным на наши Копья Закрыто Улучшайте отношения Закрыто Улучшайте отношения Для вас сейчас нет заданий Хорошо Некоторые из ваших людей Болеют Это очень печально Это настроение Вашего сокмана Оно влияет на скорость Работы И подтверждение Шахтер Так Спать Иди поспи А Она сама Идет в баню Хорошо Понял То есть действия сокмана Если он сам его выбрал Отменить нельзя Я так понимаю Может конечно Я чуть не понимаю Тут бойня очередная Здесь медведи Надо с ними что-то делать Ладно Нужно ковать оружие Но это уже Наверное будет Следующая серия Если конечно Игрушка понравится Может быть что-то упустил Просто глаза разбегаются И голова вообще занята Чем-то другим То есть думаешь про одно А делаешь Совершенно другое Что ж друзья Это была игрушка Life is hard Замечательная реализация Симулятора бога Классический Очень классический подход Что очень приятно И это самое главное В целом интересно В целом интересно Но много всего Слишком много Я бы с удовольствием Играл в более Лайт версию Где не нужно было бы Следить за Всяческими элементами То есть Как в Симсах было бы Для лентяев Было бы забавно Что ж До новых встреч Хорошего настроения Будьте здоровы Life is hard игра Если кто Название не упомнил Все Пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok